добрый день сегодня мы обсуждаем гражданскую войну и постараемся обсудить конечно наша гражданская война она ближе всего в россии но мы постараемся все-таки понять что же такое гражданская война поэтому какие-то другие примеры сережаны поможет я вначале больше хотят сказать люди воюют непрерывно если бы так можно было посмотреть откуда-то издалека и быстрого времени есть непрерывно войны сейчас бою более того в одна из первых войн это зафиксирован точнее зафиксированных в таком древнем источнике как библия каин убил авеля то есть братоубийственная война когда говорят как будто это что-то такое новое на самом деле это видно все началось но войны которые когда чужой говорить на другом языке когда у него другая там религия там тут это еще как-то поддается пониманию хотя тоже странно но стану что их так много но войны гражданские так когда вчера были своими сегодня уже чужие они особенно удивительны это что их много может быть это как раз их и много и от скандала на кухне до коммунальной до гражданской войны и понятно что войне войны не может быть если нет понятия свой чужой это самое главное это то что кто был вчера своим становится чужими один одна из причин я предлагаю так сделать 4 что ли параграф обсуждения первое что такое гражданская война в общем почему гражданская война такой термин и как он помогает термин жизнь жить и понимать что-то трое причины повод причиной разные вещи как накапливается потенциал войны гражданской как ее продуцируют люди как она поддерживает за может быть и как можно ли избегать гражданских войн гражданские войны какая есть техника избежание так скажем ну и немножко если получится у нас про то что бывает после гражданской войны обычно после гражданской войны бывает диктатурой понятно почему что такая иммунный потенциал нации падает люди для которых честь выше жизни друг друга убивают и после этого конечно это группе людей победить эту нацию поставить под свое подчинение легко что такое гражданская война какое-то же есть понятие определение точнее этого понятия я позволю себе может начать вы знаете вот понятие война всегда предполагает две организованные противостоящие друг другу стороны то есть это в этом они отличаются например от каких-то простых беспорядков там восстаний а когда допустим повстанцы восстают против существующей власти но при этом создать какую-то систему управления какую-то систему на противостоящую существующей власти они в состоянии не могут уходят в леса там в горы куда-нибудь там ведут боевые действия конечно это тоже наверное элемент гражданской войны но в данном случае власть все равно остается существующая и вот эти повстанческие группы они могут очень долгое время так вот и оставаться в этом состоянии а вот гражданская война принято считать что это именно образуются две власти образуются две системы управления которые имеют свои собственные силы вооруженные имеют свои органы законодательные исполнительные судебные власти судебный позволяет им осуществлять террор по отношению к своим противникам да ну условно говоря судебная потому что конечно говорить о законности в условиях гражданской войны там можно с большой долей условности вообще вот если большая группа людей неправ это до понимает какую-то систему законов то вот под себя он надо здесь конечно вот и ведут войну вот по большому счету и либо два выхода может быть либо некое согласие но это редкий случай причем мы как правило наступающий через определенное количество времени уже после окончания боевых действий здесь мы можем например какое-то количество крови да 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 здесь на мой взгляд характерный характерный пример гражданской войны в англии началось со свержения монарха а закончилось можно сказать но через несколько десятилетий восстановление монархии только уже другой вот то есть от чего ушли к тому и пришли а может закончиться длительным расколом общества может раскуль закончится таким противостоянием которое затягивается там десятилетия даже столетия но мы же вот не называем извините ничего мы же не называем скажем пугачевскую пугачевское восстание называем да да это не называем гражданской войной в том-то и хотя тоже какой-то мере было организовано они может не продержались долго тогда ну пугачев это ну что он не знаю не уверен что можно действительно назвать это некой властью потому что ну создавал он там коллегии попытался сам себя позицировал как петр третий но но тут ведь еще вот один момент регион который занимали повстанцы на это кстати еще ленин обращал внимание почему крестьянские войны например они никогда не могут победить вот и с его точки зрения потому что занимая определенный район он от из него уходе то есть такое бродячая состояние а дальше приходит опять правительственные войска восстанавливают прежнюю власть то есть по сути это брожение это нету постоянной стабильной территории наверное такие большинство крестьянских они же не только у нас я бы очень хотелось чтобы мы говорили какие-то конкретные гражданские войны приводили как пример конечно а потому что понятно что гражданские войны там в древнем китае и всегда были и причины разные и вот все-таки еще наверное это не про причины а опять же к определению вот в риме тоже гражданские войны были когда сейчас мы уже через вот это 2000 лет смотрим на них нам кажется что просто один сказал я буду за там какого-нибудь мария а я буду за цезаря поделились так у них никаких различий боги те же там культура тоже вроде есть а воюют тоже политика вот чистая политика борьба за власть борьба за ну а каждый человек то он же решает он же все-таки будет рисковать своей жизнью он присоединяется к тому или к этому ведь это важно тоже важно конечно конечно может быть еще я думаю он часто вот этот момент ускользает как-то из-за внимания исследователя психология состояния человека то есть каждый примыкая к той или иной стороне считает что она победит рассчитывает во всяком случае на это надеется на это и отчасти может быть и рассчитывать на свое будущее некому да понятно на василий жаннович мы сейчас переходим к причинам а хотелось бы так еще зафиксировать что-то почему гражданская война выделена как понятие да и является инструментом размышления по поводу скандалов в обществе так доходящих до убийства так скажем гражданская война когда возникают две власти да две системы и каждый претендует на легальный легитимный стал который имитирует государство именно поэтому и разделение такое идет что я я не повстанец я не иду против власти я приму я закона вот именно вот это их оправдывает да да понятно ну собственно глазах более-менее как более более непонятно под это подходит и войны там и во франции безусловно во франции мы считаем это гражданской войной да это да тоже мы мигрантское правительство когда после великой французской революции они там да хотя бы даже и за границ но они себя позицировали как законные потом вернулись после наполеоновских войн то есть власть должна быть похожа на обычную легитимную власть там да кто-нибудь или император должен быть и там поднимать и судейские коллеги но в общем разделение какой-то власти на юг-северную в соединенных штатов да да там конечно совсем это иногда и битва президента и испанская война кредо русского он должен две системы власти да вот в испанскую про испанскую войну как искусство я скажите чтобы мой с этой стороны посмотрели герника знаменитейшие произведения можно ли его относить к тому что это произведение инспирировано гражданской войной но все-таки немцы бомбили правильно же внешняя сила или все-таки как она относится вы бы отнесли сказали что это иллюстрация ну извините шереса пикассо считал это иллюстрацией гражданской войны то есть для него это было именно иллюстрация другой стороны известна легенда что к нему пришли когда я сказал немцы сказали это вы нарисовали это вы сделали это вы сделали его отпустили на немцев да но он да безусловно но позиционировал это как позиционировал это как вот размышление да да внутриусобная войну что такое великое произведение мы можем про него потом отдельно еще поговорить я думаю может быть еще просто добавлю опять же вот это психологическое состояние и дали касса ощущал разделенность испании как художник как творческий человек он мыслил не категориями политическими не то что одна власть борется с другой а вот то что две части народа разорваны и это вот как раз и показано собственно этой картине разрыв страшный разрыв производящий впечатление но можно считать что там показано разрыв можно считать еще вот вот для меня например это найти бывает состояние личные вот когда у тебя ну ты на границе панике еще может психолог бы сказал такой резкий когнитивный диссонанс когда у тебя все вдвигается не знаешь что делать где где что и ты потом это забываешь и как стыдно и что-то для себя ну что не раз слишком нерационально уводишь куда-то в сторону а художник на взял это искал воды помните не зря это повесили там оон да все что вот помнить вот такое состояние что война это когда все выдвигается все разрушается и вот так выезжают какие-то совершенно чуждые друг другу элементы до что лампочка там висит так ну вот то что мы видим сейчас на экране до весь состояние ужаса он зафиксировал то которое мы стараемся себя забыть должен быть нет помните вот так все будет причиной все-таки причины движущей силой в войнах обычных такая довольно легкая дегуманизация врага правильно ну потому что там вот те из группы б этом вот это раз она не достойно жить там или что-то я сейчас уже говорю про ближние войны потому что римляне этим не страдали во время гражданских войн они называли грагал врага варваром или чужим просто воевали потому что ну а что еще мужчине делать как не воевать но когда не с кем там снаружи вы хоть воевает друг друг воюют друг другом но как он дегуманизировать для того чтобы потенциал войны был сильный как дегуманизировать вчерашнего своего знают брата там отца вот это ужасно как там в тихом доне происходит что да ужасы вы знаете вот тут есть причинам подбираем я второму параграфу так скажем очень важный момент отмечу может быть сейчас просто мало еще кто как бы на это внимание обращает но вот недавно демографы подсчитали так вот провели такое сравнение что когда потенциал гражданской войны вот ожесточенный потенциал непримиримый потенциал ближе вот к такому состоянию и выяснили интересная очень статистика что это в основном происходит там в тех обществах где процент городского населения по отношению к сельскому составляет где-то порядка там ну не больше 20 процентов от 15 до 20 даже поменьше бывает чем это связано вот интересный момент связано это с тем что деревня как правило патриархальная она в своих отношениях к врагу очень непримирима то есть там конечно могут быть отношения очень близкие общины какая-нибудь да но в то же время если мы видим врага то у них стенка на стенку они друг друга убивать готовы там а вот иллюстрация сколько сейчас анна снегина и синина там помните да крюш там мужики били друг друга вот тут в чем били совершенно непонятно почему просто выбрасывается эффект агрессии да да а городской население как более образованная более культурная как бы стабилизировать может вот эту ситуацию жестокости то есть если будет гражданская война вот считается что все таки она не пройдет может быть таких ужасных формах да мы я просто закончу как раз это и показали соотношение когда провели анализ ну во многом приблизительный но в принципе точный в англии во франции и у нас вот было это соотношение и англичан это было в 17 веке у французов это было 18 у нас то было начали 20 по 15 и все остальные проценты сельское население вот тогда начинается это вот как раз да очень интересно потому что ну я тоже думал что немножко другом ключе что ли вот и городская деревенская культура чем отличается до деревенская я всех знаю и мне легко я знаю как вести себя там с петром с василием с николаем все проблем нет в городе нужна совершенно другая культура отношений когда я уважаю закон неважно что я человека не знаю все равно я ведусь по отношению к нему себя как-то прилично дает эти вот приличие вырабатывается и конечно это и есть уже то что сейчас называют словом толерантность до заработали вырабатывается в городе иначе готовность иначе крови же ручкам возможность уступить но как мы говорим все про гражданскую войну действительно в гражданской войне перед гражданской войной происходит накопление какой-то потенциала на который потом выплескивается а может быть у меня такое впечатление все живем сейчас и когда читаешь или смотришь один телеканал за ним 2 или читаешь одну газету и другой ты понимаешь что это потенциал есть и сейчас начни только такое впечатление что все это как костер вот ну берешь дрова как бы два параметра сырость все они сухие они быстро разгорят а если они не очень сухие то тебе нужен хворост там еще чуть-чуть еще чуть начни с малого зажги потом начнут гореть следующее следующее начнут убивать друг друга дальше уже сама пойдет и по моему те кто управляет такими вещами мы сейчас принято говорить как называть цветными революциями которые во многом похожи на гражданскую войну потом как то что серии происходит они это все очень хорошо видимо понимают и своими днями думают о том как что сделать как управлять и вот этот то есть тут два параметра внутри что происходит обществе еще внешние какие-нибудь факторы которые сталкивают а дальше то что психологи называют поступок делает характер я один раз убил а дальше уже озлобление а они убили моего брата опять же взять тихий дом еще что-нибудь да и дальше поехали поехали то есть раскручивание идет что нибудь там есть в искусстве художественного вы думаете как у меня другая идея возникла она связана не столько с искусством сколько наверное такой с философией теории государственности ведь гопс в своем левиафане писал да о том что государство стало неизбежной формой существования человека потому как надо выложить да 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 хомо хумани лубус с да вот война всех против всех получается что действительно ну там то же самое работы тициана рубинса и многих других тех кто переосмыслял библейский сюжет каина и авеля не как вот иллюстрацию библии а вот действительно как первый день зарождения ненависти зарождение зависти ревности к друг другу ну да каин убил авеля абсолютно из зависти да гнев ну там зависть и ревность гнев а дальше ну вот по нарастающей получается что вот этот вот потенциал если бы не были сторонники началась бы гражданская да 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 получается что этот потенциал он вот есть в общем потому что есть противостояние внутри людей между между собой не важно но мне кажется вот мы сейчас покажем картину которая показывает что на самом деле это всегда бывает вот если и в физике можно просто если есть идеи несколько и то они создают вокруг себя сторонников и и потенциал обязательно есть людям свойственно увлекаться это обратная сторона способности думать и концентрироваться увлекаться и воодушевляться другими идеями и те кто оперирует те кто видит как он может какую-то выгоду извлечь из гражданского но неважно выгода не обязательно совершенно денежно может власть и просто самореализация они это хорошо чувствует и понимают да и конечно они этим вот способность его одушевляться это лоренцов вел такой вот способность его одушевляться это на я бы тут еще вот что добавил вот в таком социальном аспекте и революция и гражданская война они как правило всегда взаимосвязаны друг с другом отделить невозможно ну ленинское определение вообще что так сказать гражданская она закономерная и высшая форма классовой борьбы а вот она сопровождается еще вот этой активной социальной мобильностью то есть те кто ну условно опять же выражаясь языком кто был ни чем тот станет всем да то есть люди которые в обычное время может быть не могут подняться там выше какой-то определенной социальной категории перед ними открывается возможность резкого взлета и оказываются подчас в таких вот как бы позициях должностях там лидерских да которые может быть я не знаю им самим даже не представлял на в мирной жизни а как высоко взлететь вот и естественно это требует тоже очень большой от них отдачи поэтому тут как бы двояко можно к этому относиться с одной стороны конечно ну можно сказать что вот выскочки там захватили власть с другой стороны если посмотреть вот эта социальная мобильность да она показывает что вот эти люди одаренные может быть и смогли себя реализовать вот только в этих условиях то есть когда умное словосочетание скажу когда социальные лифты не действует вот эти люди накапливается недовольство они бы могли и тоже это является одним из поводов взрыву вот мы тут наверно подошли к очень важному моменту опять же ленина вспоминая ну собственно здесь я думаю уместно его вспомнить классическое учение о революционной ситуации умный человек который соединен в себе все-таки теоретика мы сейчас они же не знаю но и практика да безусловно но здесь еще важно вот ленин отмечал что нужно субъективная субстанция то есть структура которая состоянии вот эту революционную ситуацию вести до революции и до гражданской войны тоже ну и он и естественно видел в этом партию большевиков свою собственно я вот да и так и оказалось ну правда есть такая партия небольшое количество людей все остальные разру ну вы помните опять же гражданской войне во многом почему большевики побеждали белые были разрознены деникин против красного там да не то чтобы там разрозненность была а скажем так большевики были изначально ориентированы как партии еще когда вот она создавалась буквально во второй следствии рсдрп они были ориентированы на то что каждый из них каждый член партии ленин настоял на этом пункте чтобы был введен в устав не просто поддерживал программу говорил я сочувствую должен подчиняться то есть это боевая и участвовать непосредственно в работе то есть каждый член партии готов должен быть что его пошлют куда угодно там будь на баррикаду пусть там в подполье и он там начнет действовать противники вот у белых там кадетская партия до которая она была но это партия академическая это партия думская это партия парламентская она не была готова вот к этой борьбе поэтому в условиях конфликта естественно выиграли те кто был больше к нему подгонки же ночи а если ответ на такой вопрос но вот по поводу почему жестокой то есть чем может быть почему гражданская война особенно жестокой так все отмечают не знаю вторая мировая была гражданская хотя в какой-то мне что до внешне но ну да и я не имею ввиду только нас везде сопротивление было да но тоже было уж жестче трудно себе и придумать но все-таки обычно отмечают жестокость и не в том ли дело что во первых внешняя война тут ясно его нужно прогнать со своей территории тут все живут все считают это своим домом по этой антизм развиваться не рада да это и у рыбок такое бывает 6 гуппе поселить маленький аквариум то они друг друга убьют пока потому что они не знают где моя территория где чужая бьются голуби то же самое кстати вот иерархия не устраивает и тут вот это то что мы говорим свой чужой она но работает жестче потому что мне различие между нами меня бесит да ты во всем похож на меня но от какую-то вещи я не могу тебе донести то есть идеология намного важнее получается все если признать что жестоко особенно жестоко гражданской войны то идеология намного важнее всего остального и вы знаете ну вот антропологи говорят теперь что мы в основном отличаемся от животных тем что умеем создавать мифы это вещи которые пальцем не укажешь язык есть у все и у многих животных то кто или но а вот придумывание всяких мифов как многие животные могут ну как собирать пойти в лес чтобы собирать грибы а вот чтобы искать единорога у которого начнут не существует как выяснилось да это не все так мой то есть тут вот это может быть да еще это интересный вот тоже момент потому что собственно ведь тоже все гражданские войны какие мы возьмем ну я допустим если брать с периода нового времени на там англия америка там испания россия действительно вот у противников у каждого из противников была своя условно говоря мечта светлое будущее и будь то светлое будущее в светлом прошлом до условно говоря мы забываем за то чтобы вернуть старую там систему которая была хорошая или будь то светлая мечта в светлом будущем мы воюем за то что свет старую систему уничтожить и создать свою новую но вот это вот действительно идея какая-то при том что вот смотрите с одной стороны действительно жестокость да нет тут вспоминать как раз слова наверное ленина реакция ленина на слова луначарского о том что кремль разбомбили во время московских боев до семнадцатый год октябрь большевики стояли значит там артиллерия тяжелая по кремлю и были очень серьезные повреждения и луначарский в ужасе к ленину обращается говорит ну как же так вот надо стили варварские это еще начало гражданской войны а ленин отвечает что ни одно ну условно так вот не дословно я скажу но ни одно старое здание не стоит того чтобы нельзя было им пожертвовать ради вот этой светлой идеи когда мы построим новые будущие гораздо более прекрасные здания ну вот мы про ужасы поговорили а как искусство это перерабатывает как это человечество должно его принять переживать и переварить чтобы дальше жить после ужасов гражданских войн внутри какой-нибудь страны например вот друг долго долго друг друга убивали и как потом потом писали работы по поводу того как убивали на самом деле очень интересно как каждая эпоха относится гражданской войне потому что каждая эпоха порождает абсолютно уникальные образы кто-то сосредотачивается на том чтобы запечатлеть как можно более исторически точно события произошедшие там 19 век вот этим увлекался кто-то изобретает какие гражданские ну там были воспоминания о гражданских войнах допустим в америке и американцы очень не любили изображать войну юга и севера и разных интерпретациях были можно вспомнить появление агитационного плаката да это то есть один из видов искусства который собственно породила гражданская война и революция вот можно вспомнить абсолютно разные работы которые такого например аллегорического содержания когда не изображались сами кровавые события а так вот через я не знаю там битву богов и титанов через всякие войны которые происходили описаны были библейских текстов да я понял а вот мы говорили что одно из таких характерных отличий гражданских войн это жестокость особая жестокость и когда как-то перерабатывается или жестокость она настолько присуща человеческой расе что вообще ну в любой войне и жесток все-таки могут гореть согласитесь что одно дело просто война для аристократов это было как что-то вроде игры какой-то да когда войны обычная гражданская война она таким упоением жестоким упоением собственной жестокостью происходит вот эту как-то именно жестокость перерабатывать потому что конечно всегда была жестокость если взять например это уже сам там марси аполлон и марси ну уж куда жестче когда кожу сдирают да там собака лакать кровь а с другой стороны люди так относились нормально к этому потому что вот но известно что ян жишка перед смертью попросил что с него сняли кожу натянули на барабан и время других битв там после него которые будут стучали в этот барабан чтобы он пугал врага и уже и после да ну то есть люди жестоки всегда были просто она вырывалась но перерабатывалось или это как-то в искусстве про гражданские войны именно эта жестокость как-то она что муссировалась там или сглаживалась как обычно обычно сглаживалась обычно если говорить о двадцатом веке то я бы сказала эта жестокость предвкушалась чтобы предотвратить гражданские войны там можно вспомнить то есть это то очень да там можно такой механизм сдерживания да то есть искусство может и сдерживать да да например там тот же самый дали который написал две работы на да и предчувствие гражданской войны и осенний каннибализм между ними разница в полгода и он после этих двух работ очень себя хвалил потому что говорил о том что они подтверждают то что каждый художник пророк и вот он может пророчествовать своем отечестве другое дело что его действительно никто не услышит и никто не увидит этих бедствий которые он изображал на своих картинам услышать знаете я считаю что любое пророчество но хорошо тем что он уменьшает количество наступления на грабли предупреждаешь человека он один раз наступит так что предупреждение все эти полезны потому что потом уже вспоминает а кассандра говорила значит они случайно ну кассандра какая-то да да то есть на самом деле механизм сдерживания еще есть до искусства да обязательно смакование того что произошло и вот он как раз характерен очень для 20 века потому что войны стали жестче и человек начал понимать что действительно особенно гражданская война и очень интересно то как ее не передает дали потому что здесь действительно дали отталкивается вот эта идея что по сути дела всякая гражданская война есть война брата с братом сына с отцом и это война вот поедание народа себя изнутри и вот то как в этих формах своих непознашек да да и вот то как в этих формах искалеченных состоящих из бесконечного количества там отрубленных тел голов рук но в то же время соединенных они вот плоть от плоти кровь от крови они друг друга и целуют если говорить об осеннем калибане каннибализме они и обнимают друг друга целуют и в то же время ложками выедают друг друга изнутри вот такое абсолютно страшное явление представлялась дали и в общем то это действительно предостережение от этих воин которые должны были ну и может считать что она все-таки действует искусство все-таки это память интегрированная чувственная да да о человечестве уже о своем прошлом так что ну величайкин конечно про гражданскую войну ничего нет он да но карту опять-таки весьма предостерегала любых воин вообще в принципе от любых войн давайте такие короткие итоги подведем да мы судили что такое гражданская война почему она отличается другой мы называем что гражданскими войнами это более-менее понятно причины тоже мы вот как-то обозначили это накопление потенциала ненависти в обществе там класса или идеологического или религиозного и который потом внутренними или внешними причинами этот потенциал превращается потенциальной энергией в кинетической до взрывается то есть вот срывается что-то и тут наверно можно так сказать что вот это опять же тоже слово который сейчас употребляется часто толерантность произведение культуры до в любом случае да она должна сдерживать как от скандала на общей кухне сдерживает культура так должна сдерживать так и вот гражданскую войну должна сдерживать вот это культурное развитие но можно ли считать культурным развитием разберение общества на касты я не знаю там в индии были гражданские войны или нет когда все довольно четко хотя вот кастовость была и в японии и а гражданские войны были колоссальные да если называть борьбу кланов этих двух знаменитых там еще азиатская восточная специфика то есть это нельзя ни в коем случае я думаю исключать со счета для специфика для них нет да это как бы заданность определенная вот группа и социальная группа людей потому что если мы японские вот эти междоусобные конфликты возьмем то там да это можно сказать гражданская война но там вражду еще раз другом стороны они внутри то сохраняли всю ту же самую кастовую систему то есть это не была война бедных против богатых это была война двух богатых вот как бы здесь мы когда говорили про я очень вспомнил про деревню город и различия я помню вот такую вещь что в европейских странах довольно сильно то чего у нас нет хорошо плохо важно разве то как местечковость например ты говоришь человеку вы знаешь чего не он вот такой только металл откуда по моему извините а ну что и венецианцы все такие говоришь про другого в некоторых соседних странах и заметил с нами все то же самое ты говоришь про кого-то метан он же вот в россии этого нет слава богу может быть это как раз и слава богу минус из потенциала гражданской войны вот когда ты расскажешь про человека хороший или плохой никто не скажет а ну понятно уже с урала про москвичей где-то может быть там вне москвы так говорят но это нормально их столицы всегда немножко с ревностью относится везде это нормально а вот так между собой нас такого нет ну хорошо оля что-нибудь вот по поводу этих такое что там искусство нам проинтегрировала и сказала ярко про причины да я понимаю что сложный вопрос причины как там выделить где причина в каком-нибудь предчувствии гражданской войны где там выделить что он про причины говорит а где про будущее но все-таки можно такое что-то кумулятивное сказать наверное можно сказать в целом о том что искусство может играть и вообще может играть разные роли в теме гражданской войны потому что с одной стороны это там роли художника пророка о том о чем мы говорили разбирая дали да это другой стороны искусство можно использовать и в разжигании разных костров и тут можно вспомнить русскую гражданскую войну которые активно обращались картинам художников передвижников для того чтобы иллюстрировать бедственное положение в императорской россии собственно ну подстегивать нужные слои населения а в общем то можно наверное говорить о том что но если прислушиваться к искусству и вот так как мы прислушиваемся там к политической оппозиции то возможно можно многие войны и предотвратить потому что и слушать там современных художников потому что собственно современный художник это там своего рода глаз народа и и глаз и голос потому что он выражает же всегда как всегда много это когда пройдет 50 лет тебе кажется что там три писателя было в девятнадцатом веке но я вот так условно а там-то их было много правильно поэтому как ты услышишь кто кто из них прав безусловно да но хотя бы например тех кто для этого искусство собственно можно слушать тех кто говорил 20 лет назад собственно вот уже есть из них те кому там выделяют историки искусства да и те кто у кого выделяю да те кого выделила время те кто вот действительно может сказать нам даже наши современности поэтому мне кажется в этом плане искусство очень плодотворно его надо использовать как можно чаще в анализе каких-то исторических ситуаций